Активисты ОНФ продолжают проверять качество дорог в регионах. Сегодня Якутск посетил член Центрального штаба фронта, депутат Государственной Думы России Александр Васильев. Вместе с главой Якутии Гором Борисовым они проехались по улицам города. Гости ознакомились не только с ремонтными работами, но и увидели отремонтированные улицы, а также наиболее проблемные участки. Круговой маршрут начали с улицы Чернышевского, далее с автодорожной Ледзержинского, с Курнатовского на Хатунряхское шоссе. Осмотр завершили объездным шоссе и Вилюйским трактом. Подписал указ о дальнейшем развитии города Якутска до 2022 года, где заложены ряд направлений, в том числе и социальные объекты, в том числе и производственные объекты, в том числе и дороги. И там указана конкретно сумма, сколько денег мы дадим на продолжение этой работы. Александр Васильев отметил, что приехал из Иркутска. По проекту дорожная инспекция группа проверяет и отметки дальнобойщиков. В ходе встречи член ОНФ отметил, что качество федеральных дорог Якутии меняется в лучшую сторону. По словам депутата, последний раз он посещал Якутию пять лет назад, и разница между тем, что было и тем, что стало, сейчас ощутима. В частности, по дороге Вилей, через два года мы должны закончить асфальтирование около 200 километров до района центра Бердегистях, горного района. Мы по той дороге, которую мы сегодня приехали, между Алданом и Якутском, мы должны асфальтирование закончить уже через года полтора. Вот это, то есть, якутяне, вот, Якутска, в пятницу могут выехать в Алдан, за четыре часа доехать до Алдана, на выходные не покататься на лыжах, и в воскресенье вечером вернуться. Вот, такой возможности раньше не было. Редкость, когда глава республики сам по всем этим убитым дорогам проезжает, и все про них знает, и у него еще созрел план воплощения. Потому что, вообще, такая карта убитой дороги должна быть настольным планом для ремонта для любого чиновника.